Всем привет! Представляете, ребята, какая радость? У нас в России появилась первая операционная система для персонального компьютера. Представляете? Получается, до этого не было вообще российских операционных систем для персонального компьютера. Представляете? Она, эта система, называется Альфа-Ос. Основана даже на Ubuntu Linux. Попов, наверное, сейчас перекрестился и побежал в церковь. А с Поповым этот весь случай, наверное, был год 2010 или 2011, если я не помню. Допустим, Альтлинукс или Роса-Линукс, это не для персональных компьютеров. Это всё было для игровых автоматов. Вот такой вот баян нарисовался. Увидел я это в группе Reactos. Спасибо, ребята, за информацию. Я зашёл к ним на стену и увидел нечто. Где капитан очевидность поселился на вот этой страничке alpha.fusion, называется она. И тут все наработки вообще Linux для домашних компьютеров представлены как чуть ли не наработки данной системы. То есть какие-то уникальные возможности. Но я понимаю, если бы это был действительно первый российский дистрибутив для персональных компьютеров, то может быть это как-то выглядело уникально. Но так как Альтлинукс вышел там, я не знаю, в бородатые времена, чуть ли там не в 2001 году, то я думаю, что данный дистрибутив очень сильно опоздал вообще. Что тут у нас присутствует? Представляете, альфа-Ос позволяет пользоваться программным обеспечением, написанным для Windows, без установки самой Windows. Тысячи популярных программ, сотни популярнейших игр. Представляете? А то, что после каждого вайновского сбоя на форуме будут трахать просто уши, почему у меня не запускается то, почему у меня не запускается это. Человек, прочитавший вот этих пару строк, поставит практически ради этого. Ведь надо же попонтоваться, что у него не Windows, а какая-то другая операционная система. И он думает, что сейчас я уже поставлю, понакатываю свои любимые игрухи и вообще без полного извращения буду пользоваться этим делом. Каждый вид медиа-контента теперь связан со своим приложением. Вы можете не только смотреть фильмы, слушать музыку, читать книги, но и собирать собственные альбомы и библиотеки. Ни хрена себе! Ни хрена себе! Боже мой, а что до этого вообще? Никто этого не мог делать? Боже! Раса Линокс есть даже свой медиаплеер, называется Ромб. Наверное, они украли идею у Альфа-Ос. Честное слово, офисное пространство, представляете? Здесь, наверное, какой-то турбо-особый офис. А, можно же через Вайн запустить Microsoft Office. Круто, круто. Встроенный графический редактор, инструменты для работы со звуками, видео устанавливаемые из репозиторий помогут вам максимально полно раскрыть свой творческий потенциал. Ни хрена себе! Наверное, же репозиторий свой. Да, посмотрим, что же это такое. Ну, тут очередные такие вот... Очередные такие операционки. Они ничем особо от себя не отличаются. Большинство косят под элементарий ООС всячески. То есть, снизу, естественно, док. Куча браузеров, куча-куча всего. Прошу, блядь, за мат. Или мне кажется, или это реально значок с аудиоплеера Аудациус. Я буду дико ржать, ребят. Нет, наверное, у меня такое ощущение, как будто букву... Там был какой-то такой... Блин, знакомый реально значок. Видите? Видите буковку А? Смотрим. Буковка А. Они реально типа как и разные, но они типа как и одинаковые. Да? Очень похожи чем-то. Попахивают зрадой. Здесь еще, видите, на самом плеере буковку. Видите? Смотрите здесь. Не она. Честно, ну, блин, почти в 1.1. Ну, блин, тут, конечно, не буду цепляться. Мало ли, может, человек сам, на самом деле, нарисовал. Но очень сильно похоже. Можно было что-нибудь придумать свое. Что-нибудь другое. ВЛЦ. Блин, ну, круто. ВЛЦ даже работает. Клементин, я вижу, работает. Плыв Линукс. Ну, блин. Супер разработка вообще, Турбо. Честно, напоминает слезыную элементарий ООС. Очень сильно напоминает. Там таких проектов, типа элементарий, очень сильно много. Ну, конечно, Попов... Попов негодует. Чувак захотел выстрелить со всем этим делом, ООС сразу же воронули. А тут с 2014 года по 2016 все это дело выкладывается. И вообще я случайно это заметил. Беда, 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 ребята, беда. И сколько таких еще будет первых операционных... Первых операционных для персонального компьютера, не знаю. Тут, видите, даже браузеры есть, наверное. Надеюсь, браузер как бы не написан, что ли. А ну, здесь я вижу хроме мой ФРФОЛОС. Тут, наверное, специально чувак выложил страничку, что все прослезились, что, типа, настолько добрая операционная система. Поможем детям. Вы можете сделать их счастливее. Это я не то, что с твердым сердцем. Просто, ребята, для этого не надо качать Альфово. Для этого можно зайти на специальный ресурс. И помочь детям. Ну, тут. Вайн во всех его проявлениях. Хотя нет. Наверное, контрарж уже давно протанутая. Уже есть. Теперь из Steam. Ну, наверное, Steam же только под эту систему выпустили. Не под другие же вообще, наверное, их нет. Здесь же гораздо больше возможностей. Тут Microsoft Office и Photoshop запущен. Наверное, Photoshop очень хорошо работает под Linux. И GIMP вообще не надо изучать. Что могу сказать? Полный трешак. Полный трешак просто. Здесь еще номер есть. С пятницы по понедельник можете звонить. С 10 до 18 задать вопросы по поводу данной системы. Здесь можно перейти в Twitter. Вот. Вот. Тут. Посмотреть. Что-то такого особенного. Ну, если честно, ничего. Читатели 4. Нравится 1. Читаемо 16. Короче. Я как понял, никто особо этим всем не заинтересовался. Ну, можно на ВК зайти посмотреть. Закрытая группа. 24 человека. Короче, висяк какой-то. Честно, висяк. Видимо, товарищ боится куда-то серьезно это выкладывать и представлять. Потому что судьба Попова, конечно, она очень опасна. Может быть попробовать как-нибудь скачать, да посмотреть, что он там сделал. Убунту и в Африке Убунту. Уже надоело. Надоели все эти Убунты, если честно. Я понимаю, одна Убунта, да? Да ее можно мурыжить, там утюжить тысячу раз. А очередные вот эти Альфа-Ос, Вася-Ос, Балдженос и т.д. Это уже, если честно, надоело. Пресс-центр, ёкалово. Ой-ой-ой. Нихрена себе. Что на лоре об этой операционке нету нихрена? Что еще первая операционка для персональных компьютеров. Минфин России провел тестирование операционной системы. Зачем нужна эта, когда есть свои системы? Есть Alt Linux со своим репозиторием. Rosalinux со своим репозиторием. Какими-то разработками. Да, основаны они исторически. Одна на Мандрейке. Alt Linux на Мандрейке. Rosalinux вообще является выкупленной Мандривой. Но это, блин, свое. Понимаете? Тут чувак создал просто сборку. И Минфин РФ провел тестирование операционной системы. Он наверняка ее просто туда занес. Интересно, что ему там сказали. Да. Короче, ребята, боль печаль полная. Спасибо за внимание. Это вообще все печально. Очень печально. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok